Доброго времени суток всем! Сегодня мы остановимся на цивилизационной проблеме выживания в городе без полгриба в гармонии с покривностью соленья. Именно соленья хоть консервации, которая не может обойтись без уксусных присадок, портящих вкус, как против приятной поездки, внезапно замигавшая требование полиции от столицы и говорит о превышении скорости. В этом рецептурном видео я поделюсь одновременным соленьем обурцов и помидоров. Я никогда не солю их в перенешку по той простой причине, что рассол от соленых помидоров составляет мой золотой фронт особой присадки к порщу и супам. А вот рассоли от обурцов я такого сказать не могу. При реальности вроде тщательно помойки овощей или на дочеке ножи, чтобы не пораниться, расставим за портом. Позвольте представить вам истинного короля любого соленья – хрен. Хрен вообще уникальное растение, приносящее много пользы не только в поталиях соцсетей, но и как хрен в прямом смысле этого слова совершенно незаменим при соленье. Я уверен, что если когда-нибудь какому-то Нью-Микеланджело захочется создать серию памятников с символом кулинарии, памятник хрену будет первым и самым высохим. Чуточку науки. Про скорость просаливания. Наибольшая скорость диффузии, взаимопринкновения веществ, как известно, достигается при увеличении площади соприкосновения. То есть с хреном и чесноком у нас задача измельчить его как можно сильнее. Что я делаю блендером? Хрен для блендера я режу на небольшие кубики. Субтитры создавал DimaTorzok Закончу полагаться с хреном. Можно смело сказать, что самая трудная часть работы по засолке уже сделана. В всяком случае для меня, поскольку я могу купить чеснок уже очищенный. Добавляем в блендер чеснок и займемся рассолом. Раствор соли прост. Нужно 2 столовые ложки на каждый литр воды. У мужчин своя система измерений. Нам проще запомнить так. 1 ложка соли на каждую пол-литру. Кроме всего прочего, рассол нам понадобится и для блендера тоже. Работаем. Загружаем специи и овощи. Я использую для засолки помидора стандартное 20-литровое ведро для пищевых продуктов с плотной крышкой. В любом приготовлении любого блюда есть обязательные компоненты и дозировки, а есть те, которые делают ваше блюдо именно вашими. Когда я говорил о концентрации соли в рассоле или хрени с чесноком, это обязательные компоненты. И вольности с одним компонентом могут сделать результат не съедобный. Но что касается специй, тут вы свободны твой. Я только покажу состав того, что использую я. Мой стандартный набор для соления содержит кориандр, семена горчицы, семена укропа, черный и красный перец, гвоздичное дерево, гвоздика и лавровые листья. Если есть возможность, на дно укладываю листья хрена. Но это не критично. То же самое касается и вверху славаупровых. Выкладываем овощи бьем. Помидоры берем половину от всех, огурцы сразу все. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь я добавляю хреново-чесночную, или чеснок охреновую, в хорошем смысле этого слова, смесь. Во всей емкости оставил часть для покрытия второй порции помидоры. Осталось совсем чуть-чуть. Нужно залить овощи рассолом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и завершается готовка покрыванием помидор или огурцов, укропом, а если есть, то и листьями хрена тоже. Это та самая мишенка на том самом Тортике. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смачного! Приятного аппетита!